Друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть. Сегодня делаю маринованный зеленый перец на зиму. Для этого блюда берутся плоды, именно не достигшие биологической спелости. Ну или в крайнем случае, только начинающие окрашиваться. Перчик получается очень вкусным, ароматным, остается плотным и хрустящим. Отличная закуска и на каждый день, и на праздник. Можно использовать для салатов. А список ингредиентов открывайте под описанием к видео. Беру болгарский перец примерно одного размера, мою и даю обсохнуть. Затем разрезаю пополам, убираю семечки, хвостики и срезаю перегородки. Таким образом очищаю все перцы. Далее, каждую половинку режу в зависимости от размера. Те, что побольше, делю на три части. Должны получиться полосочки примерно такого размера. Ну а те, что поменьше, разрежу на две части. Беру две чистые баночки по 0,7 литра и кладу в каждую по 5 горошин душистого перца. По 10-15 горошин черного перца и по 5-6 зубчиков чеснока. По одному мытому маленькому лавровому листику и петрушку. Можно взять обычные веточки, а можно зонтики, как у меня. Я беру по три небольших. После этого плотно складываю дольки перца. В каждую баночку может поместиться от 300 граммов и больше. Все зависит от того, насколько плотно вы утрамбуете. Поэтому в ингредиентах указано примерное количество перца. Если любите, можете в каждую баночку добавить по одному бутону гвоздики. Заливаю каждую баночку крутым кипятком. Сверху накрою и слегка прихвачу крышкой. И дам постоять минут 20. Для маринада кладу в кастрюлю каменную соль. Беру сразу на две порции. Сахар. И наливаю воду. Горячую или холодную, без разницы. Сюда же добавляю подсолнечное масло без запаха. И 9% столовый уксус. Отправляю на огонь и довожу до кипения. Тем временем при помощи специальной крышки сливаю из баночек воду. Она нам больше не пригодится. И только что закипевший маринад разливаю по баночкам. А еще лучше прямо в кипящем виде. И плотно завинчиваю крышками. Их я предварительно прокипятила. После этого баночки упутываю и оставляю на сутки. Затем достаю и убираю на хранение. Все зимние заготовки у меня хранятся при комнатной температуре. В дальнейшем я его использую в салаты или подаю в качестве обычной закуски. Когда откроете, при желании можно добавить еще растительного масла. Если вы любите закуски поострее, добавьте сюда несколько кусочков свежего острого перца или сухого молотого. Друзья, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Вам не трудно, а я буду рада. Смотрите на канале и другие рецепты заготовок на зиму. Желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok